Сегодня Тель-Авив выглядел необычно. На центральной площади города собрались тысячи гомосексуалистов и лесбиянок, чтобы принять участие в параде гордости. Я просто счастлив, когда вижу вокруг столько радости, красок и столько замечательных людей. Обыкновенным людям нечем гордиться. А мы гордимся, потому что мы не такие, как все. Мы более красивые и вообще у нас есть много, что предложить. Мы не хотим скрывать нашу сексуальную ориентацию. Наше я. По словам организаторов, в этом году в параде гордости приняли участие около 40 тысяч человек. В этом году из-за проблем в сфере безопасности мы боялись, что праздник не состоится, что люди просто побоятся выйти из дома. Но получилось наоборот. Тысячи людей пришли поддержать нас. Для одних веселье, а для других работа. Более 500 полицейских и солдат пограничной охраны обеспечили безопасность парада. Сегодня весело, но в стране грустно. Поэтому, может быть, я буду делать такие вещи почаще. Сегодня весело, я просто умираю от счастья. Все, что нужно делать, это танцовать, дурачиться и смеяться. Парад гордости проходит в Тель-Авиве уже в третий раз. В этот раз из-за угрозы терактов участников было на 30% меньше, чем в прошлом году. Важно, чтобы люди приходили, а не сидели по домам. Это не только праздник сексуальных меньшинств. Любовь может присоединиться и веселиться вместе с нами. С каждым годом на Тель-Авиве параде гордости можно увидеть все больше и больше людей, не относящихся к сексуальным меньшинствам. Поэтому эта акция получила еще одно название – праздник любви. Этот красочный парад прошел по одной из центральных улиц Тель-Авива и завершился всеобщим гулянием. В этом году традиционный праздник города превратился в всеобщий праздник любви. Повестителям Тель-Авива просто захотелось потанцировать и повеселиться на улицах города. Анна Стефан, Павел Коган, Виктория Учин, ТВ Интернешнл, Израиль.